Этих перепелок разводит семья Дмитриев. В 2016 году братья Евгений и Андрей представили бизнес-идею комиссии Акимата Таиншинского района. Ее оригинальность оценили и в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» безвозмездно выдали грант на 3 миллиона тенге. Мы построили это здание, сейчас действующее. Уже сюда птицу перевели, клетки новые поставили, материал покупали здесь, по месту. Делали их тоже сами. И поилки все делали, водопровод сами сделали, все делали практически. Сейчас птицу вывели, у нас где-то 2000 перепелок. Поставляем мы полностью, как читав, там около 18 точек. Вышли предприниматели и на Петропавловский рынок. Раз в неделю отвозят продукцию. Говорят, спрос есть всегда, порой даже превышает предложение. И это неудивительно. Яйца и мясо перепелок славятся полезными свойствами. К тому же они диетические. Разводят здесь две породы – техасскую мясного направления и японскую несушку. Последние дают порядка тысячи яиц в день. Стоимость одного – 15 тенге. А перепелиное мясо обойдется покупателям в 2000 за килограмм. Вес одной птицы небольшой – всего четверть килограмма. В планах у бизнесменов на этот год вывести 4,5 тысячи перепелок. Процесс этот очень кропотливый, а сами птицы капризны в уходе. Температура должна соблюдаться 20-22 градусов в помещении, влажность 60-80. Комбикорм тоже нужен специально. Если даже комбикорм менять, птица начинает меньше яйцо нести. Кормим мы в три раза в день. Плюс-минус 10 минут у нас. В 7 часов утра свет включаем. Все должно соблюдаться – световой режим, режим кормления, вентиляционная система. Но в обогреве птицы не нуждаются. Их температура 42 градуса, потому инфекции им не страшны. Выводят их в промышленном инкубаторе. Он рассчитан на 900 яиц. Спустя 17 дней вывыпляются птенцы. Этим нет и недели. Их здесь 700 штук. Как и взрослая птица, малыши нуждаются в определенной температуре воздуха плюс 35 градусов. Затем ее постепенно будут снижать. А через два месяца они уже сами начнут нести яйца. Разводить перепелок выгодно и рентабельно, считает Андрей Дмитриев. К тому же сейчас эта ниша в нашем регионе не занята. Всего в Таиншинском районе 1600 субъектов малого и среднего бизнеса. Дорожная карта бизнеса 2020 в районе просубсидировано процент доставок банков второго уровня. Это 10 проектов на сумму 4,9 миллиарда в тенге. Прогарантировано 6 проектов на сумму 40 миллионов тенге. В рамках программы продуктивной занятости и массового предпринимательства по району выдано 43 кредита на сумму 192 миллиона тенге. Активно таиншинцы пользуются и программой «Бизнес Бастау». В прошлом году обучение прошли 207 начинающих предпринимателей. Все они открыли свое дело. Айгирей Мукашева, Михаил Казначеев. Новости АПК. В своей программной статье «Рухани Жангру» глава государства говорит о любви к малой родине и заботе о людях. Это направление назвали аулом Алтын-Бесега. В северном Казахстане немало примеров, когда на одном предпринимателе держится почти все село. Они развивают сельское хозяйство, обеспечивают жителей работой, проводят в населенные пункты воду и строят соцобъекты. Один из них – Бержан Шеймерденов. В 1996 году, когда он вернулся в Дайиндык, аул был на грани развала. 28 дворов, заброшенные дома и безработица. Сегодня здесь совсем другая картина. «Бержан Шеймерденов родился и вырос здесь. Если бы не он, то наш аул исчез бы с лица земли. Рядом было село больше Дайиндыка, но даже оно развалилось. А у нас все хорошо. Особенно ему благодарна старшее поколение. Куда бы мы уехали отсюда?» Основал хозяйство, обеспечил сельчан работы. Это был первый шаг к сохранению Дайиндыка. На старте 2000-х Бержан Шеймерденов начал возводить дома для рабочих и для молодых специалистов. С тех пор стройка не останавливается. По плану каждый год сдается по 2-3 объекта. «Раздевалка, как прихожка. Здесь кухня, можно сказать. Это дело хозяйства». Бизнесмен задает темп развитию родного села. Три года назад Бержан Шеймерденов облегчил жизнь Дайиндыковцев. Провел центральное водоснабжение. Недавно установил общую котельную. Теперь тепло подведено к каждому дому. На коммуникации потратили 50 миллионов тенге. «За один месяц оплачивают 10 тысяч тенге, плюс тысяч тенге за воду. 11 тысяч тенге им обходится. Остальные затраты все полностью берет хозяйство на себя. Каждый дом, который мы строим, для хозяйства обходится 4,5-5 миллионов тенге. Но мы их отдаем за 500 тысяч. И эти 500 тысяч мы даем им как бы кредит беспроцентный». Эти условия и завлекли семью Есенбаевых в Дайиндык. В начале этого года ради собственного дома и работы они переехали в село из областного центра. Мы уже взяли разнорабочим в ТО, а гульнар – воспитателя в мини-центр. «Мы жили в Петропавловске, снимали там квартиру. Почти вся зарплата уходила на оплату аренды коммунальные. А здесь доход хороший и дом свой, теплый. Созданы все условия. Не жалеем о своем решении». Собственные средства Биржан Шаймерденов вкладывает также в соцобъекты. Решил взяться за школу. Зданию больше полувека. Кажется, и капремонт здесь сделали тогда же. Нужно порядка 60 миллионов тенге. Семь из них выделили из областного бюджета. Остальное от товарищества Дайиндык. Новая сельская мечеть тоже появилась здесь благодаря пожертвованиям мецената. А в прошлом году Биржан Шаймерденов построил мини-центр и здание медпункта. Здесь также провели все коммуникации. Деньги известного агрария и в дороге, которая ведет Ваул, в прошлом году сделали 7 километров. Осталось еще два. В 2017-м в развитии благоустройства малой родины Биржан Шаймерденов вложил почти 300 миллионов тенге. В следующем году селу Дайиндык исполняется 90 лет. Жан-Сулот из Тимирова. Новости АПК. В реестре Китайской Народной Республики 52 казахстанских производителя рыбной продукции. Казахстан увеличил ее экспорт и сократил импорт. 17 отечественных предприятий соответствуют высоким требованиям Европейского Союза к качеству экспортируемой рыбной продукции, которая, кроме Китая, поставляется еще в более чем 10 стран мира. За прошлый год предприятия вложили в дело 2,5 миллиарда тенге. Суммарная мощность 72 рыбоперерабатывающих предприятий составляет 87 тысяч тонн в год. В 2017-м экспорт рыбной продукции из Казахстана составил почти 27 тысяч тонн на общую сумму 52,8 миллиона долларов. В то время как импорт значительно сократился по сравнению с предыдущими годами. В его составе преобладает морская и океаническая рыба, морепродукты, которые пользуются спросом на местном рынке. В Петропавловске открылся первый цех по переработке гречихи и зерновых культур. Для осуществления проекта ТОРАХАТОПТ воспользовался государственной программой «Дорожная карта бизнеса-2020». В 2017-м под гарантию фонда компания взяла кредит в 130 миллионов тенге. На эти средства купили оборудование по производству пищевых круп украинского производства ОЛИС, в том числе универсальный крупоцех для переработки зерна гречихи, пшеницы, гороха, кукурузы и проса в крупу. Сырье компания закупает у местных христианских хозяйств. В месяц ТОРАХАТОПТ планирует производить порядка 40 тонн готовой продукции. Реализовывать ее будут в Североказахстанской области и за ее пределами. В Казахстане разработана госпрограмма по импортозамещению курятины. В среднем на одного казахстанца в год приходится 21 килограмм мяса птицы. Задача к 2027 году довести его потребление до 31 килограмма. На сегодняшний день объем ввозимой продукции составляет 170 тысяч тонн. Государственная программа позволит значительно сократить эту цифру. В Североказахстанской области построят 7 молочных комплексов с внедрением элементов цифровизации на 3700 коров. При выходе проектов на полную мощность дополнительный объем производства молока превысит 14,5 тысяч тонн. Также в регионе будут созданы 5 откормочных площадок мощностью от тысячи скотомест. В Теншинском районе возобновит работу простаивающее предприятие. Свинокомплекс ТОО «ЕМС Агро» на 50 тысяч голов. Кроме того, в области проводится работа по строительству птицефабрики мясного направления в районе имени Габита Мусрепова с годовой мощностью 5000 тонн. Футурологи составили топ аграрных профессий будущего. Ситифермер. Эти работники будут специализироваться на выращивании сельскохозяйственных культур в условиях современного мегаполиса. Агроном-генетик. Специалист, применяющий достижения биотехнологий на практике. Адаптируя культуру к местным климатическим условиям, повышая урожайность, улучшая вкус и продлевая сроки хранения плодов. Биохакер. Сможет взламывать генетический код организмов, подобно компьютерным системам. Оператор дронов. Специалист, контролирующий работу эскадрильи беспилотников и аналитики, составляющий рекомендации по улучшению технологических процессов. Агродроны. Рядовые трактористы, которые с помощью компьютера смогут контролировать процесс высадки растений, орошения и сбора урожая. Агроинженер, в обязанности которого будет входить обслуживание настройка умных машин, а также объединение их в интеллектуальные кластеры. Зоотехник. Специалист, который будет заниматься настройкой климатических систем. Устройство автоматического кормления, эксплуатация ветеринарного оборудования, отслеживающего в режиме реального времени состояние животных. Сельскохозяйственный эколог. Его задача – утилизация отходов, восстановление почв после выращивания отдельных культур, а также создание программ по введению экологически чистого сельского хозяйства, не нарушающего природные процессы. Агрокибернетик. Будет отвечать за настройку и обслуживание умных ферм, внедрение новых методов автоматизации, а также контролировать технологические процессы. Продолжение следует...